Всем привет! Меня зовут Павль Крец и в очередной раз после души меня пробило поговорить о чем-нибудь горяченьком. И сегодня мы будем говорить о девушках, которые не дают на первом свидании, которые не дают первый месяц, первый год, которые не дают до пенсии или которые не дают до свадьбы. В общем, вы знаете таких. Сейчас я сделаю себе быстренько кофе, а вы пока посмотрите коротенькую заставочку и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, приступим. Если вы не видели мои предыдущие мысли вслух, то посмотрите в соответствующем плейлисте. Вы здесь в уголке, а если у вас не откроется, но как на вашем устройстве, то вы можете просто зайти на канал, открыть плейлист и посмотреть там. Я говорю там на всякие интересненькие жареные темы. Мы уже говорили там о том, является ли секс со знакомым человеком за деньги, проституция или нет. Ну, в общем, там много деталей, посмотрите опять же в отдельном видео. Сегодня мы говорим о тех девушках, у которых есть какие-то правила, стереотипы, в соответствии с которыми они не дают на первом свидании или не дают какой-то определенный срок или на каких-то определенных условиях. Это видео будет содержать просто общую информацию о том, как на самом деле устроена жизнь человека и какое место мы занимаем в природе и почему мы себя так ведем. Но также оно будет содержать рекомендацию, особенно для девушек, которые любят секс и которые вот думают давать, не давать. Ну так вот, что же происходит в головах у тех девушек, которые не дают соответствия с какими-либо стереотипами, с какими-либо установками поведения и так далее. Происходит то же самое, что и у всех остальных обезьян. То есть происходит выбор потенциального партнера для размножения, для оплодотворения, для содержания, для последующей жизни и так далее. Каким образом все это произошло? И как вообще выбирается-то партнер? На основании каких принципов, каких факторов? Ну, как вы могли заметить, мы такими вот интересными существами получили, что у нас нет ни клыков, ни когтей, ни каких-то, ни огромной физической силы, да. Ну, в общем-то, в дикой природе мы достаточно слабенькие, хиленькие существа. Тем не менее, в древние времена, в общем-то, когда люди еще жили в Африке или в окружающих там окрестностях, если вы не знаете, то это они потом только переселились на север. А так-то наши предки все вышли из Африки. И было тепло, и не было никакой одежды. В принципе, дамочка какая-либо, решившая оплодотвориться, вполне могла прям на глаз определить. Когда идет крутой самец, весь такой волосатый, огромный, с большим количеством мышц, со здоровенной дубиной, с двумя. С одной где-нибудь здесь, и с одной, ну, ну, вы понимаете, там. Тащат за собой кусок мяса, и там за ним плетутся остальные, там, его соплеменники, дрыщи. Как бы сразу было видно, что это реально крутой самец, и с ним шансы оплодотвориться, шансы прожить дольше, шансы создать потомство, и чтобы это потомство еще умудрилось выжить среди вот этой дикой природы, гораздо выше, чем среди этих дрыщей, которые плетутся за ним. В современных же условиях не всегда возможно так вот определить. Конечно, есть качки, по которым видно, но, как вы знаете, физическая сила в наше время уже не решает все. И обеспечение дальнейшей жизни, к сожалению, сейчас чаще всего, по крайней мере, в тех регионах, где мы с вами живем, осуществляется не при помощи физической силы, а при помощи так называемого разума, хотя не всегда его можно так назвать. Поэтому тупо просто качок, в общем-то, не всегда может являться идеальным существом для размножения. Но, тем не менее, наш мозг устроен таким образом, что он, в нем все заточено на удовлетворение наших инстинктов. Как бы вам не хотелось, если вы, опять же, не в курсе, мы, в общем-то, являемся приматами, то есть, так называемые высшими приматами, то есть, обезьянами, грубо говоря. К высшим приматам относятся орангутаны, шимпанзе, гориллы и хомо сапиенс, и хомо сапиенсы еще больше отличаются от всех остальных тем, что у нас еще больше мозг, чем у этих обезьян, хотя, по сравнению с другими животными, у них достаточно большой мозг. И благодаря тому, что у нас есть такой большой мозг, мы иногда, иногда, изредка, совершаем чисто человеческие поступки. Каким же поступком может являться человеческий поступок, называться, я имею в виду, тот, который не приносит биологической выгоды. А биологической выгоды все очень просто, у нас всего три, на самом деле, у нас всего лишь, да, действительно, три инстинкта, инстинкта, причем и все остальные наши потребности запросто выводятся и вытекают из этих инстинктов, и очень легко можно их подвести к этим трем, и вы никогда не ошибетесь в разборе той или иной ситуации. Так что же это за инстинкты? Тем более, что как минимум два из них у нас, в общем-то, и так удовлетворяются. Эти инстинкты – это еда, размножение и доминантность, то есть мы хотим кушать, чтобы выживать, чтобы просто жить и существовать, ну и, собственно, заниматься всей остальной деятельностью, потому что без еды и без питья это делать достаточно проблематично. Второе – это размножение. Да, мы все стремимся размножаться, ну, кто может, кто еще не докатился до импотенции и фрегидности и так далее. Да, у нас есть стремление размножаться, как ни крути. И мы такие животные, как и все, и все, абсолютно все хомо-сапиенсы хотят трахаться, оставлять там самки семя, самцы семя в самках и продолжать свою генетическую линию, передавая свой геном в следующее поколение. Ну и третий инстинкт – это доминантность. Мы всегда хотим быть лучше других, хотим быть круче других. Фокус, вернись. Спасибо. Мы хотим чувствовать, что мы на что-то способны, хотим чувствовать, что нас ценят, что мы самые лучшие на работе, что мы творим какие-то вещи, создаем. Ну, в общем, мы хотим чувствовать, что мы, в общем-то, не пустой местной планете, а что-то из себя представляем, какую-то ценность. Нам приятно так думать. Вот эти три инстинкта мы пытаемся удовлетворить. И в поисках партнера, на самом деле, самка делает то же самое. Она разбирает подсознательно. Это все происходит в так называемой лимбической системе в основном. То есть в подсознании, то, что психологи называют. Мозг состоит из двух отделов. Это кора, вот эта самая, сбор с домеизвильными, о которой мы, типа, думаем. И подсознательная часть лимбической системы, когда мы действуем как-то неосознанно, инстинктивно, то, что любят мудрецы называть интуитивно. У меня вот интуиция, я вот так вот поступил. На самом деле, просто древний инстинкт нами управляет, и ничего тут необычного нет. Самка, которая не дает, что у нее происходит в голове. А происходит у нее то же самое, что у всех остальных обезьян. У нее есть очень ценный ресурс – это вагина. Ну, как бы это глупо или смешно не звучало, но вагина – это действительно ценный ресурс. И для женщины, вероятно, это второй в жизни по ценности ресурс. Потому что самый ценный ресурс в жизни вообще-то – это время. Ну, есть еще здоровье, конечно. Оно между временем и вагиной примерно там где-то в середине здоровья. Потому что время вы никак не вернете назад, и время – это единственный такой аспект самый-самый ценный в жизни. Упущенное время, ну, ничего себе не сделаешь. Даже здоровье как-то можно поправить, болезнь, вылечить можно. Размножиться можно чуть попозже или чуть пораньше. Но вот время – самый ценный ресурс. А вот после него для нормальной, обычной, стандартной самки, честно говоря, самый ценный ресурс – это вагина. Как бы это смешно ни звучало. Причем, если сейчас еще у нее есть, может быть, какие-то ценности, о которых она может сама заработать, достичь, построить карьеру, то представьте себе, еще примерно лет 100 назад, кроме вагины, у обычной женщины вообще практически ничего не было. Потому что физически она работать не могла, умственно тоже, либо не могла, ну, большинство женщин не могут, честно говоря, особо там заниматься наукой или чем-то таким. Исключение всегда есть. Не надо сейчас тыкать меня пальцем. Конечно, есть исключение, есть суперумные женщины, все. Но признайтесь, что в основном мы можем видеть домохозяек, мамашек там и прочих, занимающихся там по хозяйству. Ну, для этого женщина предназначена и отлично. И не надо пудрить им мозги всякой херней. Ну, так вот, еще буквально лет 100 назад у женщины не было ничего. Она не могла сама заработать, сама себя прокормить, обеспечить свое потомство. Она могла или сидеть на шее у родителей, которым это тоже нафиг не надо было. И они постарались ее выпнуть из дома, как только можно поскорее. Отсюда и сватовство, и прочее, прочее. Вот. Либо можно было сесть действительно на шею мужику и правильно сделать. Потому что задача мужика в природе, самца, это обеспечить потомство, собственно, его изготовить для начала при помощи своей дубины. Ну, у кого дубина, у кого не очень. И затем его обеспечить, пока оно не вырастет. Потому что у приматов детеныши растут очень долго. У собачек, у кошечек, у многих других животных достаточно быстро вырастают зверушки до взрослого состояния, до самостоятельного. У хомо сапиенсов потомство растет очень долго. Даже вот в самых жестких самых условиях, где-нибудь, не знаю, в тайге или в деревенских областях, где дети с детства умеют очень много чего, все равно даже там, где-то раньше 12 лет примерно, да, 10, 12, 13, 15 лет, никак человечек не может стать самостоятельным, чтобы защитить свою жизнь, чтобы обеспечить себя продуктами питания, ну и построить жилье, да, и жить себе дальше. То есть минимум 10-15 лет нужно на то, чтобы вырастить потомство. Все это время нужно его содержать. Не говоря уже о том, что пока женщина беременная целый год, ну там 9 месяцев, она вообще является беззащитной. И обязательно самец должен в это время присутствовать, ее защищать. Так заложена природа, и это закладывалось в эволюции миллионами лет. Не надо опять тыкать пальцем в экран, говорить, что вот у меня есть работа, и я могу сейчас сама себя прокормить. Даже беременна, 9 месяцев, ничего с одной не будет, у меня как бы там общество защитит, соцзащита, и вообще у меня есть зарплата. Да, сейчас это так, но извините, друзьяшки, миллионами и десятками миллионов, можете вообще представить себе цифру, десятками миллионов лет складывалась ситуация, когда женщина была абсолютно беззащитной. И поэтому за последние 100 лет эволюция ничего не могла с этим сделать. Пройдет еще 100 миллионов лет, может быть ситуация изменится. Но пока, в общем, к этому делу не движется, потому что в какой-нибудь там Африке, Индии, Южной Америке, в Китае, честно говоря, люди живут практически по тем же законам, не то что мы здесь в столицах, в типа развитых регионах. Поэтому женщина точно так же инстинктивно оценивает самца, для начала по его внешнему виду, и она инстинктивно, женщина не хочет тратить свой самый ценный ресурс, вагину, учитывая, что... Так, фокус, вернись от этого. Учитывая, что она может вообще его потратить только раз в год, да, при самых лучших раскладах, в принципе, женщина может оплодотворяться адекватно, раз в год. Хотя недавно в новостях показывались случаи, что одна самка от своего мужа оплодотворилась, садится там 9 месяцев. То есть только родила, и сразу он сдул, и опять все по новой. Жириновский, кстати, очень ругался на эту ситуацию. А что вы хотели? Вы сейчас назначили еще очередные выплаты за изготовление детей, за первого, второго, там, материнский капитал и прочее. А теперь сами ругаетесь, главное, что люди бросились их изготавливать, чтобы получить хоть какие-то деньги от государства. Ну и, короче, девушка не хочет рассчитывать своей вагиной, быстро так выкидывать ее на ветер, ради неизвестно какого самца. Потому что в современных условиях, в принципе, даже любой самец может притвориться каким-нибудь там богатеньким. Может купить костюм, может накопить на ресторан, там, один-два раза сводить бабу в ресторан. Чтобы насадить ее на свой кукан, произвести впечатление, чтобы она ему дала. Тут уже такая игра полов идет, кто кого больше обманет. Вот, так поступают обычные самки, которые в этом ничем не отличаются от всех остальных животных. В частности, даже от наших ближайших родственников обезьян. Любые обезьяны перед оплодотворением обязательно посмотрят, что это за самец. Какие у него клыки, какой он там сильный, какой он вожак, какой он доминантный, и как он всех строит вокруг. Правильно? Правильно. Точно так же и самка. Чтобы еще раз вам это доказать, а то опять будете пальцами в экран тыкать. Прекрасно можете найти на ютубе видосы, где девушка предлагается, там, на первое же свидание, просто познакомившись на улице, пройти, сесть в машину, там, и поехать куда-нибудь покататься, или в ресторан, или на квартиру, и все такое. Прилично одетый молодой человек стоит возле какой-нибудь очень дорогой машины, там, оперевшись на нее, например, да, и проходящих мимо девушек зазывает, таких много видосов на ютубе, поищите. Вот. И когда она, видя, как он стоит возле этой дорогой машины, соглашается, он говорит, а, ну хорошо, давай пройдем, вот здесь вот мой автомобиль. И они подходят к соседнему автомобилю, а там стоит какая-нибудь Lada, Жигули, там, или Ака, или Волга, там, ну, в общем, какая-нибудь такая, не особо, мягко говоря, престижная автомашина. Вот. И, как бы, половина девушек сразу разворачивается, даже больше, а там единицы соглашаются продолжить дальше общение. О чем это говорит? О том, что самка точно так же оценивает потенциальную заботу, возможности финансовые, вот, чтобы выращивать потомство и самой быть в безопасности. Вот эта ситуация еще раз доказывает, что, в общем-то, не какая-то там мифическая любовь правит миром, а на самом деле самые обычные инстинкты по поводу, по поиску для себя идеального партнера. И это нормально. Девушки, вот теперь начинается любопытный момент. Если вы считаете себя самыми обычными и нормальными обезьянами, ну, действительно, нормальными обезьянами, которые ищут себе самца, партнера, почему не дают до свадьбы? Потому что свадьба – это, собственно, гарантия, потому что женщины юридически гораздо больше защищены при разводе, чем мужчины. То есть, как бы, свадьба – это бабская гарантия, там, получить половину имущества, там, получить алименты и так далее, так далее. Получить одобрение окружающего сообщества, потому что я мать-одиночка, там все стараются ей помочь уступить место, и пятое, десятое, и сто двадцать пятое. То есть, ваша попытка не давать на первом свидании, давать, когда уже все станет надежно, и надежные отношения длительные, потому что нужно 9 месяцев, чтобы он вообще за мной бегал, а потом еще как минимум 10-15 лет потомство содержал. Ну, вы поняли. Это нормально, и это хорошо, если вы ищете надежного партнера, не даете ему до свадьбы, мол, типа, размножения, извини, будет только, когда у меня будет гарантия и баблишка, там, жилья и всего прочего. Ну, есть другой аспект. Что о самке, что самцы Homo sapiens, будучи существами в кавычках разумными, и отличающимися от своих ближайших сородичей приматов тем, что у нас есть чуть более объемный мозг, есть так называемый неокортекс, то есть, кора головного мозга с борозными извилинами, вот, благодаря этой корее, этому нашему замечательному мозгу, мы можем вытворять вещи, которые не соответствуют нашим биологическим потребностям. И мы, ну, не единственные, ну, в общем-то, редкие на планете существа, которые занимаются сексом не только для размножения, но и для удовольствия. Хотя инстинктивно наш организм по-любому рассматривает любое соитие, закончилось оно по удовольствиям или нет, как размножение. Поэтому все равно все, в общем-то, к этому и стремятся. Ну, так вот, если же вы считаете себя обезьянами, отлично, не давайте никому, пока у вас не будет гарантий. Но если вы считаете себя Homo sapiens, человеком разумным, и вы считаете, что вы женщина и человек, не только женщина, но и человек, то будем объективными, вам ничто не мешает заняться сексом с молодым человеком, даже если видите его первый раз в жизни. Ну, естественно, с запасным сексом, чтобы защитить свое здоровье, это все понятно. Но, если хороший парень, и вы с ним пообщались все равно, там как бы с первой секунды редко туда ее, только на пенку каких-нибудь, хотя и такое бывает, вы видите, что нормальный, приличный человек, у него на вас стоит, а у вас на него течет, то почему бы и не дать ему, если вы все это делаете не ради потомства, а ради удовольствия. Все очень просто, подытожим. Если вы простая обезьяна, и хотите размножиться, оплодотвориться, налепить кучу потомства, и чтобы его кто-то содержал, и оно было в безопасности, отлично, не давайте до свадьбы. Но, если вы хотите притворяться человеком разумным, поступать вопреки своим инстинктам, вопреки своим биологическим потребностям, и просто, пользуясь своим разумом, получать удовольствие от жизни, то давайте хорошим парням. Ничего там плохого нет. Совершенно не исключено, и даже, скорее всего, так и будет, что из-за этого все будет только еще лучше. Ну, а если нет, вы ничего не потеряете. Да, у вас есть вагинка, это ваш самый ценный ресурс, но если вы человек разумный, несмотря на то, что вы женщина, вы будете этим ресурсом распределяться по своему усмотрению, и тратить его просто на то, чтобы получить удовольствие. Если вы действительно любите секс, если вам любят, не нравится, трахаться, когда вас вставляет член, такой большой, хороший, поглубже, твердый такой, крепенький, вот, любите, когда куни там вам отлизывают, или сами любите минет делать, любите кончать там, ну, вот такие вот вещи, простые, человеческие. Вам ничто не мешает заниматься любовью с другими самцами, не имея при этом цели там охототвориться или размножиться. В общем, делайте выбор сами. Кто вы? Обезьяны или люди? А с вами был Павль Крец, спасибо за внимание, опять получился длинный ролик, опять о горяченьком, но мы о горячем еще много будем говорить, поэтому подписывайтесь на канал, можете подписаться на мой инстаграм, на паблик ВК, на мою личную страницу ВК, добавляйте друзья, в общем, занимайтесь всякой хернёй, которой занимается дальше по жизни. Спасибо за просмотр, поставьте пальчики вверх или пальчики вниз, и увидимся в следующих выпусках. Пока!